Привет друзья! Сегодня идем на прогулку в соседний дом. Многие-многие нас спрашивают про аренду дома в Краснодаре. На самом деле, когда мы искали дом в аренду, это не так уж и просто, хотя казалось бы, там будет большое, красивое и недорогое. То, что мы нашли, мы реально выискали. Предложений на самом деле очень много на рынке, но достойных очень мало. Достойных и в бюджет определенный. Чтобы дверь открыли, когда я приехал. Бывало и такое. Я не открою вам дверь, договариваюсь, приезжаешь. Короче говоря, здесь у нас сдается дом и нам наконец-то кидали ключики, чтобы мы его вам показали. Ровно такое, практически, как у нас. Ну, за исключением мебели. Там немножечко они отличаются. Вопреки прогнозам, которые мы вчера видели, плюс 7, прям таки мороз. Не состоялось потепление, да, Дарья? Ну вот, мы заходим, попадаем в большой такой холл. Деван. Деван, как у нас, в меру удобный для сидения и неудобный для лежания, но он раскладывается. Когда к нам приезжают гости, они занимают это почетное место. Еще есть холодильник. Да, кстати, холодильник тоже есть. Очень приятно, что есть холодильник. Ну, надеемся, что ничего тут нет. Смотрите. Ты уже проверил заранее, да? Деда создавали все. Смотрите. Здесь, как бы, по проекту стол был, как сейчас помню. У нас здесь стол стоит. Ну, вот. Да, кстати, стола почему-то нет. Пейзаж не живописный сейчас, но летом. Это виноградик такой здесь, и дикий виноградик оплетает заборчик к соседям. Там, кстати, соседка продает свою выращенную малинку, клубничку, яйца мы еще там покупали. Ну, еще что там. Ну, по завышенной цене. Так, по соседке. Дорожь, чем на рынке. Но мы покупали. Мы с Дусе, он там все-таки полосатый. Команда. Печка. Ну, все такое обычное, просто нормальное, чистенькое. Здесь в этих домах электрические плиты, потому как газ, я не поняла, что они сразу сюда провели. Вытяжка. Вытяжка, ящики. Нормальная духовка, кстати говоря. Абсолютно готовительная. Ничего нет. Нету. Тема проверяет и все не понимает, почему ничего нету. Этот дом двухэтажный, и в нем несколько комнат. Но на первом этаже получается одна комната, вот эта. Кстати, она оборудована кондиционером. Здесь большой. По крайней мере, у нас здесь большой. А на втором этаже есть два маленьких кондиционера. В комнате детской и в спальне. Я снимала обувь, что ли? Тема обувь. Тема нашел чью-то обувь. Видимо, дом сдается вместе с обувью. Ну, кстати, вот этой булочки жуткой у нас нет. Как ей было, наверное, ее поставили на время. От нее, наверное, можно отказаться, поэтому не надо на нее обращать сильно внимание. Что самое еще интересное, ну, не знаю, для кого-то полезное, для кого-то нет. На кухне есть подвал. Вот таким образом он открывается. Здесь включается свет. И он. А давайте я спрещусь туда и покажу, что там. Там эхо, эхо, эхо. Тема, ты недавно хотел к эхо сходить в гости. Помнишь? Такое оно... Да, Дарина сказала, да. Вот такой вот подвал. Весь подвал в плитке. И есть вот такие вот отверстия технологические. Но, видимо, для вентиляции они нужны. Но, кстати, зимой через эти отверстия достаточно сильно дует. Поэтому имеет смысл на зиму их затыкать какими-нибудь тряпками. Вот. А вообще хранить в этом подвале можно все, что угодно. Температура... Ну, здесь холодно. Здесь прохладно. Поэтому закрутки всякие там. Угурцы, помидоры. Если кто-то заморачивается, то это все дело можно хранить. Короче, использовать его вместо холодильника. Ну, а пока папа лазит в подвалах, можно посидеть и подождать тут. Папа! Я хочу... Мы хотим... Эхо! 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 Зачем я тебя люблю? Эхо! Я не знаю, с чем это связано, но в нашем доме такого нет. Эхо! Нет. Если не закрывать эти вентилизационные отверстия, то вот из этих щелей будет дуть. Поэтому, ну, у нас здесь просто лежит ковер. И таким образом дуть не так сильно. Ну, обычно вот тут сидим. Ахахахах! Пойдем покажем чудо-шкаф, чудо-комнату шкафу. Наша любимая Однажды, когда мы только переезжали Папа пошел с кулаком Сюда вещь не пропала Я захожу, он лежит без сознания Сейчас покажу, почему Нет, было не смешно Потому что она идет скошенная Но он пошел и бухгал головой Я просто что-то укладывал внизу И резко встал Резко встал, ударился головой Это, собственно говоря, кулак Для вещей У нас давно нам не хватало Такой комнаты Куда можно убрать все не нужные вещи Здесь же находится котел И компрессор Для теплых полов Мы сейчас покажем, где в этом доме есть теплые полы Они не везде есть И вот, собственно говоря, чтобы сомотивировать Можно вот эту штуку включить в розетку Ну и добавить на колонки Температуру Название этой комнаты Григорий предложил три Подсобка предбанит врач Но, собственно, у нас все три функции она выполняет И сама главная функция Что через нее есть второй выход во двор На задний двор Здесь туалет и душ первого этажа Душ получается Душевор в основном пользуемся летом Когда с улицы забегаются Косиком моют ножки тут Или гости А основные аббаты наверху Стрелка и шкафчик Смотрите, тут в сторону включают Задний двор, он такой небольшой здесь Ну, максимум тут хватает на зону барбекю Ну и, в принципе, посидеть, покушать Вот она, собственно, за барбекю заснеженная За барбекю Вот такая небольшая зоночка Ну да Ну, пожалуйста Ну, собственно, для отопления в этих домах используется вот такой котел Это отопление и горячая вода И управляется он таким вот пультом, можно сказать Выбираешь, допустим, батареи И температуру регулируешь выше, ниже и так далее То есть эта же штука управляет теплым полом Эй, ребята, пойдете наверх Кстати, наверх можно включить свет Вот такой кнопкой Но он... А, он работает только здесь А там, видимо, лампочка перегорела А у нас наоборот А у нас наоборот Здесь не работает, да? А там свет Что-то и ванна не работает А, нет, это этот свет От выключателя на лестнице получается два Его можно включить и сверху, и снизу Что, одна лампа только горит, да? Ну, да Будет немножко темновато Зато в этом улучшение сделали, отделяется А, вот это да Зона кровати Зона ничего Кстати, знаете, чем это удобно? Это удобно тем, что Здесь так сделано, что В ванную дверь Она... Ну, здесь, допустим, полоска прозрачная А в нашем доме это полностью вот это прозрачное окно И когда включаешь ночью в ванной свет То в комнате становится слишком светло Ну и, возможно, это еще для тех, кто Любит по ночам работать на компьютере, допустим, да? Если здесь где-то установить компьютер, то вот эта штука можно отгородить, так сказать, чтобы свет не падал Отложение в зеркальный шкаф-купе Иголоска У нас встает не зеркальный У нас как не зеркальный? Зеркальный? Эй-эй! 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 Две огромные такие стеклянные двери Здесь второй телевизор А, здесь одежду можно только вешать И какая-то ниша для ботинок А тут вот как раз-таки можно выкладывать их на полки А у нас шкаф полностью только вешать Ну, мне кажется, полностью только вешать Это гораздо удобней Здесь второй телевизор Комодики Шкафчики Ну, это б Все для хранения вещей Смотри, матрасы даже... Это новые матрасы, да, они дают? У нас тоже был в пакете, по-моему Это, кстати, очень хорошо Потому что, когда снимаешь квартиру Обычно заезжаешь, да Многие сдают уже с матрасами На которые другие люди спали Хотя по-хорошему, на самом деле, сидел над меня Да, смотри Балкончик Кстати, так я мечтала о балкончике Все так всегда себе хотят балкончики Никогда мы там не были Но я лично туда не хожу Потому что у нас там все лето проживал вот такой паук Мы их уважаем, конечно Но близко прям с ними не хочется Здесь, кстати, летом было очень много пауков Балкон классный Слушай, ну кто как использует балкон? Вон там сосед на балконе хранит колеса зимние Ну, тут много где хранит Не, ну балкон такой, да На балконе можно поставить какой-то столик, стульчики Можно загорать, но в основном все этим занимаются на газонах Здесь мы валяемся Казалось бы, сначала нас отпугивало то, что не отдельная территория И какие-то соседи Но все тут живут дружно В нашем таком поселении И мы, ну даже не скучно Мы вместе там с детьми играем Раскладываем на газоне всякие игры, постилки И валяемся, и бассейны все ставим И дети летом купаются Пойдем я вам покажу мою комнату Ребята, я сейчас к вам покажу мою комнату Пойдем, покажешь В такой же комнате? Вот она, смотрите какая она Да, у тебя что здесь стоит? У меня диван есть А тут лоденка Здесь, кстати говоря, третий телевизор А тут вот такой раздевал Ой, да, действительно У нас тоже там диван Капчик такой для игрушек И стоит карават Пойдемкин Ну, тут только он спит Да? Какой пол? У нас ковер, конечно, лежит здесь Потому что не уютно она на таком на голом полу А в этой комнате нет теплого пола Вообще, наверху только в ванной он есть Прекрасно встать Наша банка? А, так штаб у нас нет Можно полегать в ванну Та шторма отвалилась Куда отвалилась? Можно полегать в ванну Здесь тоже вид из аркада имеется На дорогу На которой в пятницу вечером пробки Кстати, очень удобно Я уже говорил об этом как-то Когда в ванной окно Днем вообще не надо включать свет В ванной достаточно светло Даже если не открывать жарюзи А если их открыть, то вообще прикольно Ну, Рико-то понесется Но сегодня она И болеет, и не спит Смотри, нос натерла Привет, говорит Она все равно оптимист у нас Бузяка, пойдемте Ну, как уже сказали Ванной здесь полностью По всему периметру теплого пола С Дариной такие мы нарядные сегодня Я прям молею Смотри в углу Группа в полосатых купальниках Ну, у тебя, ей идет Смотри, какая Да и тебе идет Так пригрелись На улице прям таки прохладно Прям даже до дома идти неохота А какая сегодня температура была? Минус один везде Минус один Вот, смотрите, ребята 25 ноября Григорий у нас, как обычно, работает календарем Гидромедцентр приветствует вас Причите, пожалуйста Сыночек, не надо Такие домики здесь на территории Их несколько И они то освобождаются То переселяются Извяются, выселяются Минимальный срок, который нам озвучивали На сколько можно арендовать Это на 6 месяцев В этом случае вам отдадут залог Да, который вы будете отдавать при заселении Да, самая главная стоимость аренды 30 тысяч рублей в месяц Без коммунальных услуг Коммуналка выходит Ну, от 6 Самая маленькая, что у нас выходила летом Ну, сейчас 7 6-7 Ничего не экономим Вообще Но в коммуналку Но в коммуналку 3000 из всей этой суммы 3000 это благоустройство Не благоустройство, а оборка территории То есть вам не нужно там газоны косить Все это красоту Подметать улицы Подметать улицы Прилагается То есть все У тебя на территории чисто красиво И когда кто-нибудь приходит в гости Или заезжают случайно Даже такси подвозятся Говорят, вау, как тут круто, красиво Ну, действительно, нарядная территория Радует глаз Я считаю, что за уборку территории отдать не жалко Потому что я не представляю себе косения Вот эти косения Игрушек тут нет, Темочка Игрушки дома Вот такое предложение есть Нам, кстати, девушка писала в инстаграме Показывала этот дом Говорит, правда такая цена? Правда? Мы обещали показать Вот там все, дали ключики Чтобы показали вам этот домик Так что Предложение, на самом деле, нормальное Если вот говорить по цене Мы дешевле нормального Вот в таком качестве Не находили Когда мы искали Ты, бандерлок А вот домомходы, кстати, здесь есть Но мы как-то им не пользуемся С видеокамерой, между прочим Да На входе стоит видеокамера И можно видеть, кто к вам пришел Если, конечно, к вам вообще кто-то ходит Да-да-да Мы еще забыли одну штуку Я не знаю, для кого-то это может быть важно Для кого-то нет Сейчас покажу В общем, не смогу я показать то, что хотел Поскольку не смог Найти ключ Но в этом доме есть еще чердак Помимо подвала Есть чердак На котором можно хранить Тоже всякий хлам Если он у вас имеется Принцип этой штуки такой Вставляется туда палка Ну такая металлическая Опускается эта штука Там лесенка И вы поднимаетесь туда совершенно спокойно И размечаете там какие-то вещи Ну что, друзья Надеемся, это видео было для вас полезно И информативно Возможно, кому-то пригодится Вообще, нам бы пригодилось Когда мы искали дом Это точно Потому как не такое уж Это и простое занятие Как кажется на первый взгляд Обязательно подпишитесь на наш канал Если вы еще не записали А если вы захотите Снять этот дом То контакты Человека, который его сдает Мы оставим в комментариях Внизу, смотрите Пишите нам в личку Мы денег не берем Пока-пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok